Начало второго в Кирове. И да, это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник сегодня, общественник Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напоминаю традиционно, что на сайте kirovo.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Если вы хотите задать вопрос Николаю Анатольевичу, то, пожалуйста, пишите. Есть несколько вопросов, я их чуть позже озвучу. Много тем сегодня у нас предстоит обсудить, нам предстоит обсудить, но хочу я начать с темы, которая у нас сегодня звучала в первой половине дневного разворота. Это любопытнейшая тема, накануне о которой стало известно. Речь идет о том, чтобы в дневном телеэфире на наших российских каналах были запрещены сцены распития спиртного, как в документальных, так и в художественных фильмах и во многих других передачах. Якобы все это должно пойти на пользу нации, и уровень потребления должен снизиться. Те специалисты, которые сегодня высказывали свое мнение в нашем эфире в ходе разворота, они раскритиковали эту идею. Вы поддержите их критику или иной какой-то взгляд? Я критику полностью поддерживаю, это бредовая идея, какие у нас довольно часто бывают, но это глупость абсолютная. То есть, на ваш взгляд, нисколько это не отвлечет людей от того, чтобы пойти взять стакан или иной прибор и выпить? Если так пошутить, то это отвлечет монтажеров и так далее, которые вынуждены будут что-то вырезать, отсматривать и так далее. Это же целый аппарат ведь нас задавать, кто будет отсматривать, кто будет резать. У вас есть любимые фильмы, где как раз-таки сцены застолья присутствуют? Или просто люди на кухне сидят? Нет. «Москва слезам не верит», «Кероргия судьбы с таким паром». Конечно, конечно. Таких фильмов очень много и там гармонично это все вписывается в сюжет. Цель-то и была не показать пьянку. Хотя есть фильмы, не помню сейчас название, где именно пьянки показывают, но тоже так сказать художественно. Не кажется ли вам, что бредовость этих предложений в последнее время, ну она уже начинает зашкаливать, даже уже давно зашкаливать? Такие вбросы делаются постоянно и… Ну лет 15 точно. Как-то суть этих вбросов не очень-то понятна. А вы знаете, это отвлечет, что ли? Почему не понятно? Для меня отчасти понятно, вот сидит какой-то депутат, вдруг он стал неизвестен, не слышен, надо ему показать себя, он вот такой бред пускает и вдруг… То есть по принципу что-нибудь ляпнуть, простите, ляпнуть и тогда заметят. Да, мне вот, и не только мне, а очень многим вот именно так кажется. Такое создается, наверное, уже ощущение, что умных людей в государстве не осталось. Все стремятся как-то вот обратить себя таким образом на себя внимания, эпатажем. Можно так сказать, да. Так что ждем смены государственной думы, чем быстрее тянуть. Смены государственной думы. Ну это, кстати, предложение Центра разработки национально-алкогольной политики. Я не знал, что у нас существует, да, этого предложения, именно такая структура. Не, скорее всего, это кто-то из депутатов, все равно пролагировало. Ну давайте более на городских делах сосредоточимся. Сегодня такой день замечательный, правда, говорят, ненадолго тепло к нам пришло, на следующей неделе уже снова похолодание. Вот заметили, да, что сегодня город оживился, люди оживились, улыбаться начали. На небо смотрят, на солнышко, как-то уже тут более радостно приветствуют друг друга. Ну городские дела, понятное дело, что у нас происходит в последнее время. Стартовал ремонт дорог, безопасные и качественные дороги, федеральная программа, которая рассчитана на 5 лет. И по итогам ремонта в этом году будет решаться вопрос, сколько денег нам выделять в следующем, говорят, что больше возможно будет. А еще у нас есть программа ремонта дворов, а еще у нас есть программа обустройства парков и скверов. Еще есть программа по малым городам? По малым городам, да. Ну что, жизнь налаживается прям вот? Вот смотрите, люди, сколько всего, по всем фронтам мы пошли. А вот посмотрим результат, тогда уже, скажем, налаживаться или нет. Потому что, ну, такие лозунги, такие работы, они уже были. Если вспомнить, там были «Дороги Единой России», была программа, когда в Кирове очень много сделали дороги. Дороги Единой России, только Единой России, больше не корольничьи. Да, да, но на год хватило асфальта этого. Так что, ну, здесь вопросов очень много, и сейчас и ребята, вот, общественники разбираются. И все выясняется, что больше-то вопросов таких и поличевских, и технологических, и очень много вопросов своим дорожникам. Кстати, ваш двор в каком состоянии находится? Ну, двор более-менее, а вот тротуары... Согласитесь ли вы участвуете? Да, у нас там делают, да, общественники занимаются. Двор более-менее, а вот тротуары у нас от Чорса до Левитана. Я четвертый год бьюсь, на всех уровнях писал в прокуратуру, везде бесполезно ничего. А там тротуар убит, тротуар убит напрочь, и у него просто тротуары... То есть, это грязь, лужи... Конечно, конечно. В межсезонье... Да, люди уж там досочки кладут, там, и так далее, и все это ужасно. Ну, я знаю, вы периодически... Дальше перекресток Пугачева и Некрасова. Да, да, да. В прошлом году делали, общественники смотрели, ночью, под камеры все это делалось. Нынче все как не бывало. Ну, вы, я знаю, вы не первый год уже выкладываете на свои страницы в соцсети фотографии именно этого перекрестки. Действительно, ну, это какой-то вот заколдованный. Один из многих заколдованных... Конечно. ...подделали, через некоторое время уже все... Я скажу больше, что по этим улицам, ну, метров пятьдесят в ту-другую сторону, там, по перекрестку, нормально, асфальт лежит, и ям нет ничего. Он перекресток, ну, не как... Значит, на капитальное дело, не калатурять, не латать, а капитальное снять и сделать. Время есть на то, чтобы самому пойти проконтролировать, присоединиться к региональной группе, или вы им там доверяете? Не, я им доверяю, они это делают нормально, у них получается, так что пусть продолжают. Ну, общаетесь ведь с ними, да? Общаюсь, конечно. Вам понятно вот их позиция? Понятно. Как контролёров, она вас подкупает? Ну, она подкупает, хотя там возникают уже некоторые вопросы. Когда эти контролёры пообщаются более активно с дорожниками или с гороадминистрацией, то у них мнения так немножко меняются, они уже говорят, так это вроде как и нормально. Нормально? Ну, чтобы... То есть, как-то градус у них понижается, некое его недовольство, твердливость. Твердости такой нет. Ну, может быть, город у нас такой вот, наверное, небольшой, всё-таки, все друг другу на виду. Ну, может быть. И как-то у Шагулина критиковать, наверное, не слишком. Да здесь не в критике, здесь не в критике, здесь в фактах. Вот это же перекрёсток, да, в прошлом году золотали, вот есть фото, вот видео есть, всё. Нынче там одни ямы. Вот и всё, о чём ещё говорить. Есть уверенность, что в этом году всё-таки мы похвалим дорожников, когда посмотрим на результаты их работы, скажем, о, здорово, лучше намного стало и ездить, и ходить. Ну, я не оптимистичен в этом вопросе, я, если я их буду хвалить, то это только следующий вес. Ну, список подрядчиков наверняка видят, да, те, которые будут заниматься, там есть, 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 там есть. Ну, конечно, очень плохо. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и я напомню, что это особое мнение общественника Николая Пехтина, у нас ещё очень много тем, и буду также озвучивать у вас ваши вопросы, которые поступают на их киров.ру, на наш сайт есть уже, повторюсь, некоторые вопросы, и скоро их озвучу. Николай Анатольевич, вот как раз-таки хочу озвучить вопрос, который есть на сайте киров.ру, и касается он дорог. Константин, так подписался, наши слушатели, в Порошино кладут новый асфальт, он разрушается уже на следующий день. Что, дорожники не боятся? Рядом же в Риме исполняющей обязанности губернаторы проживают? Я убедился, что дорожники вообще ничего не боятся, они не делают так, как делают, а это очевидно, у них санкции, штрафы и всё прочее, ну, мизерные, их это устраивает. Никто им не указ? Да, дальше, ну, логика-то очень простая, они нынче сделали, весной это всё сошло, значит, им снова работа, снова деньги. Ну, как же гарантия есть, гарантийные сроки, ну, они им тоже не указ? Ну, мы видим, как, что в администрации, что прокуратура за гарантийные обязательства особо никто не спрашивал. А если бы гарантийные обязательства сделали такие, что этот участок полностью за их счетами переделывали, перекрывали, то, наверное, бы эффект был. Ну, тот же, вы говорите, в дирекции дорожного хозяйства недавно на нашем эфире заявил, что если некачественно будут, если некачественные какие-то явления выявятся в ближайшее время, то денег не получат дорожники. Не, ну, видите, вот Константин уже заметил, что трещина. Скорее всего, дальше будут получать деньги, будем дальше делать. Следующий вопрос от Елизаветы. Касается он городской власти, так называемого двоевластия. Есть глава администрации, он что-то приказывает, никто его не слушает, по мнению Елизаветы. Есть глава города, который, как серая мышка, его не видно, не слышно. Кто же в городе главный-то? Желает она понять. Кто главный в городе? Вы знаете? Вопрос в чём? Что такое главное? По сути, вот если, вот вчера у нас были по стенке, я ребятам рассказывал, если взяли в штаб города Кирова, то у главы города, то бишь мэра, да, у него обязанности, полномочия буквально 2-3 абзаца написано. А у главы администрации 5-6 страниц, несколько десятков там. Да, больше гораздо там. То есть глава администрации за всё отвечает. Он ответственный, значит, ничего. Глава города, он чисто политический, ленточку перерезает, речку, лопает где-то. Ну и дальше продолжает Елизавета в своём вопросе, может быть, ввести прямые выборы. Главы города мы об этом неоднократно говорили, по-моему, говорили, что вы все меня руковали за. Нет, я даже письмо писал официально на город депутатам, они, значит, как бы приняли, что да, это письмо было принято, что да, согласны. И даже Быков мне говорил, что да, этот вопрос будем рассматривать. Но потом, очевидно, из Единой партии или Единой России, или откуда-то пришло указание. Я не знаю, вопрос дальше расположен. И вот Елизавета завершает свой вопрос предложением, а может быть, не народ должен, не жители города должны решать, кто будет во главе города стоять, а глава региона. Назначать будет. Там вопрос сложный, почему? Потому что, что если жители города будут избирать или глава региона, важен очень, я считаю, очень важен упрощенный механизм отзыва его. Если этого не будет, то грошится на все. То есть граждане должны, если они недовольны, они буквально там подписи довольно быстро собрали и отправили его в отставку. И следующий? И следующий будет думать, да. А, то есть это для него будет такой опыт? Конечно, конечно. Предостережение, что если не будешь заниматься хорошо своей работой, то тебя быстренько с этой должности снимут. Конечно. А нынче у нас сейчас по уставу, если мне помнить, из меня, по-моему, 5% от всех жителей, а не избирателей, а от всех жителей надо собрать. А это очень много, это вообще-таки нереально. Давайте еще про работу городской администрации поговорим. Александр Перескоков, городоначальник, продолжает запускать молнии в адрес подрядчиков и управляющих компаний. Вот сразу после 9 мая он заявил, включаю счетчик, господа, для вас. Остается месяц чуть больше до дня города и дня России. Много чего надо сделать, привести город в порядок. Мы на протяжении всей зимы и весны слушали такие увещевания, да, что надо. Там 8 марта ставилась дата, потом позже 1 мая, 9 мая и так далее. Интересно вам за этим наблюдать? За этим диалогом главы администрации? Ну отчасти забавно, да, но дело в том, что когда молнии метают, то надо знать, какой будет эффект от этой молнии. И во-вторых, очень важная функция – это контроль. А сделали, не сделали, и чтобы потом город сказал, да, мы метнули молнию туда, эффекта нет, вот мы имеем вот тот. Или наоборот, эффект есть. То есть результат тоже как-то. А как правило, после метания молнии все забывают, а что произошло, как бы все получают. В том числе, кстати, письме, про письме. Ну, кстати, я не отслеживаю. Да, кстати, ранее город администрация недобросовестно управляющих компаний передавала материалы в прокуратуру. Что-то не слышно, как там продвигается. И продвигается ли вообще разбирательство? Ну, нет, я пару слышал, там буквально в мизерно, 50-70 тысяч штрафов и все. На управляющих компаний? Да, и все заканчивают. Ага, ну вот видите, как все. Ну, система штрафов, наказанная на спорте, очень слабая. Очень слабая. Это что, дорожники? А, кстати, недавно были введены поправки в федеральное законодательство. Там персональная и персональная, и ответственность юридических лиц за плохое состояние дорог увеличивается. Пока что-то еще не было. Ну, пока нет. А кто контролировать будет? То определяет, хороший или нехороший. Кто это зафиксирует? Ставка в этом году в благоустройстве города, в украшении его, будет сделана на цветы. На цветы. 100 тысяч квадратных метров цветников должно появиться. Разбили лбу, разбили лбу. Одобряете? Больше цветов? Нет, цветы хорошо, нормальные. Пусть делают. Просто специалисты ругают, что ставка на цветы однолитники делается. И огромные деньги, выбрасываемые здесь, найти культуры, которые переживают зиму и зацветут снова. Не, ну, если мы помним, как зимой убирают снег, и когда по два метра на клумбы насыпают снег, то здесь, по-моему, никакие не будут. Не спасутся от нашей вятской зимы. Никакие цветы хорошо. А, да, кстати, упомянутая вами. Дело-то не в зиме, а дело в том, как убирают снег. Упомянутая вами клумба-то, возле здания городадминистрации. Я когда рядом проезжал, как-то непривычно показалось. Непривычно, да, есть такое, но у меня другое. Когда я увидел, что ее только еще начали выкапывать, у меня сразу мысль вымелькнула. А зимой не снег, то куда будет сваливать? Раньше-то здесь горы снега в этом месте были. Да, да. Депутат Кировской городдумы Алексей Кузьмин предположил, что появление этих клумб, оно ограничит возможность присутствия в данном месте для желающих выразить протест. Помните, у нас ведь неоднократно под стенами городадминистрации приходят люди. Это не только клумбы. Это не помешает. Не помешает. Да там обычно собиралось 20-30-50 человек вместе предусматривать. То есть Николай Пихтин за цветы. Я за цветы, конечно. Чем больше цветов в городе, тем лучше. Чем лучше, конечно, нам приятнее. Давайте теперь перейдем к перестановкам, которые произошли недавно в городской администрации. Я имею в виду то, что Вячеслав Семаков ушел с должности руководителя управления благоустройства транспорта на должность на пост главы теруправления по Первомайскому району. Михаил Долгопов сейчас руководит Октябрьским районом. Есть мнение, но одно из мнений, что человек знакомый с благоустройством города, я имею в виду Семакова, сейчас будет как-то в районе в Первомайском работать лучше в этом направлении. И хотя бы один из районов он станет выглядеть лучше. Облик его... Ну, будем надеяться, я думаю, что да, Семаков профессионал, думаю, что да, порядок наведет, но, кстати, по Первомайскому району я отмечу интересную вещь, которую я заметил. Если где-то строители неправильно там что-то забор поставили, или неправильно там шею копают, или машину у них грязно со стройки вывозят, так, то такие сообщения о наказании, об актах и так далее по Первомайскому району довольно регулярно идут. По другим районам тишина полнейшая. То есть я ни разу не слышал, чтобы наказали там кого-то, или вот сюжет сделали по Ленинскому району, там, или Октябрьскому. По Первомайскому очень часто бывает. По Ленинскому я, пожалуй, одну информацию, например, приведу, уже неоднократно это было, это стройка Слобода-Зиново. Вот оттуда это Ленинск. Ну, может, единичный случай, а в Первомайском очень часто бывает. То есть это историческая часть города. То есть они правильно информационно работают, точнее показывают свою работу. Другие районы, может, тоже делают, но никто об этом не знает. А эти... Ну, кстати, есть и не слишком довольны тем, что Вячеслав Николаевич покинул пост руководителя управления. Все-таки много еще чего надо сделать и работать. Ну, надеемся, что новый будет не хуже. На повышение его все-таки. Надеемся, что... Ну, я бы не назвал повышением. А вообще начальники теруправления в областном центре, они вот в этой иерархии чиновников, они на каком месте у вас стоят? Ну, понятно, что они в статусе замглавой администрации, но вот конкретно, конкретика их работы, что они в первую очередь... Ну, у них, по сути, заложена эта работа, что называется, работа в полях. Это прямо вот с жителями работа непосредственно. Но, фактически, насколько я знаю, там все решается в администрации города, где они только исполняют указания, а сами неправы, 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 ничего особо тут делать не могут. То есть, ходить, встречаться с людьми, выслушивать их проблемы, их чаяния, их предложения, информировать, в какой стадии, собственно, эти решения... Это от руководителя очень здорово зависит. Это от руководителя очень здорово зависит. Я, кстати, вспомнил, Ленинский район, когда Вершинин был. Алексей Александрович. Да, он же постоянно везде бегал, по всему району. И, как ни мероприятие, или еще что-то, постоянно на виду. Он ушел, тишина стала полной. Плохо, плохо? Я даже не знаю, кто сейчас глава администрации в Ленинском районе. Ленинский Сергей Александрович Торохов? Ну, вот его не видно, не слышно, работают. Так вы придите к нему на прием. Как житель Ленинского района? Зачем? Если того, я видел постоянно на улицах города. В телеправлении-то по поводу территории, кстати, тоже писали? Тоже писали. Я, кстати, я помню, это было в 2014 году, я с Вершинином переговорил. Он говорит, мы там ничего толком решить не можем. Пиши в город администрацию. Они, значит, спустят, как бы, тогда что-то, как бы, ну, не спустили, что-то, нет. И так до сих пор отпускают, уже 5-й год. Четвертый уже пошел. Казус, случившийся 2-го мая в нашем городе, тоже хочу поинтересоваться вашей оценкой. Я имею в виду обрушение строящегося спорткомплекса на воротах. Это 102-А. Казус, ну, это так мягко говоря, да, когда ветер подул и рухнули, частично рухнули две стены. Ну, сразу вспомнили сказку, три поросенка. Да. Строители, которые были в нашем эфире, сказали, что от ветра, в общем-то, стены-то падать не должны. Не те времена, не средневековье. Да, там давно существует группа инициативных жителей соседнего дома, они активно протестовали против этой стройки. Это многочисленных нарушений, да, это, ну, по большому счету, это очень сузило их жизненное пространство. Я видел, там был проезд у них, там такой образовался. Я считаю, это комплекс общения к месту. Да. А потом еще выяснилось, что там теплотрасса пролегает под этим комплексом, и застройщик обещал со временем, как-то, не знаю, перенести эту теплотрассу. Ну, это тоже колоссальные работы, колоссальные затраты. Вот у нас был, кстати, опрос, когда мы обсуждали, да, неоднократно обсуждали эту тему в эфире. Может быть, оставить этот недострой как памятник, не знаю, строительные человеческой, строительные чиновничьей глупости. Вот согласен. Арт-объект. Согласен. Согласен полностью. Превратить. Полностью согласен. Кафешек туда кушки приходят, там, коты пьют. И смотрят. Да, смотрят. И инсталляцию сделать, подробную историю. Ну, в общем, ладно, не будем шутить. Не должно такого происходить. Конечно, не должно, и я считаю, вообще-то не к месту было. И то, что его сдуло, ну, это смешно. И, кстати, до этого, в апреле месяце, некоторые СМИ писали, что там что-то странное творится, и что какая-то кладка кипящей странная, там, и так далее. Вы имеете издание в Киров.ру, наверное. Да, да, да. И 10-го апреля там был материал, что у них в редакцию пришли люди, и сказали, что ой-ой-ой, там не все так хорошо и капитально в любой момент может рухнуть, и вот это произошло. Да, да, да. Это было. Но никто не среагировал. И самое еще удивительное, несмотря на возгласы контролирующих органов о том, что мы будем проверять, как, да что, строители быстренько собрали это все, подняли, и из этого же материала, из этого же блоков стенку выложили. Ждем следующий ветер. Ой, не хотелось бы. А вот представляете, достроят, да? Из того, что было, из того, что есть. А если там дети занимались. Так они, возможно, туда еще и пойдут, ведь? Конечно. Сдать нужно к началу июня. Я не знаю, здесь и город администрационный, когда так пассивно на это все среагировал, и надзирающие органы, и прокуратура, и все прочие, как-то странно. Это особое мнение общественника Николая Пихтина. У нас середина часа, и сейчас должна быть небольшая реклама. Она сейчас будет, а мы продолжим через минуту. Особое мнение сегодня высказывает общественник Николай Пихтин. Мы продолжаем. И следующий вопрос хочу связать вот с какой темой. Меня поразили, поразили меня эти данные. Речь идет о том, что члены Общероссийского народного фронта выявили, что полигоны, места, куда увозится снег из областного центра зимой, они не рекультивируются. Конечно, администрации на них внимания никакого не обращают, и они постепенно в такие мертвые зоны превращаются. Был проведен химический анализ. Ядовитые. Да, был проведен химический анализ. Оказывается, что, в частности, концентрация железа там превышена, почти что в сто раз нефтепродуктов очень много, фосфаты в тысячу с лишним раз и так далее, и так далее. Ну, это ведь чревато. Конечно, конечно, это чревато. Это может однажды плакать в речки попасть там и так далее. Но здесь назрел вопрос уже о том, что давно пора снег топить. Делать установки, конечно. Снегоплавильный. Снегоплавильный. Говорят, передвижный. Да, много вариантов всяких. Могут ездить по городу и тут же... Да, вариантов очень много. В водичку превращаются. Я, по-моему, говорил уже, я разговаривал на ТЭС-4, что у них как бы все условия есть для этого. Они говорят, нам заплатят, мы сделаем, проблемы нет. У них есть все для этого, и канализация, и очистка, и все. То есть очистное сооружение? Конечно. Это уже немаловажный вопрос. Конечно. У них все это есть. А представляете, пройдет какое-то время, и там решат что-нибудь строить? Вот на этих местах куда? На Снегу возят. На Снегу возят. Ну, здесь уже... Город витер шеет степенно. Кстати, я, насколько знаю, здесь и экологи, и активисты, они руку на пульсе держат и контролируют у них вопрос. Просто очень странно, что в год экологии вот такие... Ну, год экологии это условности такие. Условности? Конечно. Кто это сказал? Кто-то из умных людей. Если ты что-то хочешь погубить, то назови в честь этого год. Ну, типа да. Ага. На областной уровень предлагаю выйти. И да, напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте хкирово.ру вы можете задавать вопросы. На областной уровень выхожу, и вот о чем. Пользователи сети горячо обсуждают появление изображения Игоря Васильева на многочисленных рекламных конструкциях. Говорят, по области уже много было. Я просто давно в область не выезжал. Да, я видел. Его изображение на странице губернтской газеты. Я для начала хочу попросить вас пояснить ситуацию. С этим изданием вы, как человек журналистикой, занимаетесь и занимались очень активно. Вы видели саму эту газету? Нет, эту газету никто не видел. Никто не видел? Никто не видел. Да, я пробовал искать регистрации как СМИ. Нет, я имею в виду в руках держали. Нет. Нет, уже ясно, что там нет выходных данных. Нет, там есть хитрые ходы, что это можно сделать, как бюллетень. Что такое бюллетень? Он просто информационный материал. Он может выпускаться. Основное отличие, если СМИ или не СМИ, это периодичность. Если периодичность не указана, значит это уже не СМИ. Это первое. А второе, они, скорее всего, от номера к номеру, так скажем, будут мерять название. Соответственно, это как бы переводики нет, и СМИ нет. Ну, уже факты есть, да? Сначала это были губернские газеты. Ну, это своеобразное введение заблуждения. Губернская газета, потом это что, губернские новости? Да, второй введение уже пришел, да, губернские новости. Ну, я считаю, это введение в заблуждение. Хотя там на плакатах юристы уже написали в прокуратуре письмо, там второе заблуждение было, что написано губернатор, но он не губернатор, он в РИО. Там написано глава, глава Кировской области, хотя юридически, временно исполняющая обязанность. Это серьезное нарушение. Это конечно. Это введение в заблуждение. Ну, и знаменитая фотография в интернете, когда этот большой билборд на фоне утопающей в грязи местности. Там знаете, что прикольно произошло? Когда первый раз билборд опубликовали, с грязью вот это, там разрушено, что-то, забор, там что-то, после этого, через неделю прошла фотография, что вроде прибрались. Или отфотошопа, или? Нет, нет, якобы прибрались, будем верить. Я не ездил на это место, но я себя поймал на мысли, что вот эту прибранную фотографию, если первый раз опубликовали бы, то был эффект тот же самый. То все равно прибрались так, что как будто и не прибрали. Любопытный момент, да. Все равно грязь, все равно заборщик этот кривой, косой, там, и так далее. Ну, если ничего не... Ну, вот эта вот история, которая, видимо, будет развиваться и с газетой, и с появлением этих огромных рекламных счетов, она повышает ваше доверие к главе региона? Ой, именно с получим обязанностях. Нет, на меня... Не создается ощущение, что где-то вы это уже видели? На меня точно не действует. Ну, а вот на жителей, на простых, это действует. Действует? Да. То есть когда тебе... На простых, особенно в районах, и молодежь, которая, допустим, только при голосовании и так далее, обращает внимание на них, есть тоже. То есть у них нет других каналов, возможно? Альтернативы нет. Получили информации? Альтернативы нет. Посмотрите. Только газета, только телевизор, и только вот эта реклама. Конечно. А вот этот заголовок, который присутствует в этом издании, «Основная цель навести элементарный порядок», вы как себе представляете вообще навести элементарный порядок? Что для вас это значит? Что для вас порядок? Во-первых, непонятно в чем, в какой отрасли. В принципе, во многих отраслях надо... В принципе, порядок или вот конкретно разбивать на под темы, под отрасли? Ну, это локовый лозунг такой, как бы общий, да? На меня, опять же, никак не действует. В первую очередь, мы с вами много раз говорили, для меня один из элементов элементарного порядка – это отсутствие грязи в городе, которая до сих пор как была, так и осталась. Снег, если мы вспомним зиму нынче, он вообще не вывозился. Мы не увидели, что он вывозится, хотя чиновники отчитывали, что положенное количество снега они вывезли тебе сейчас 350 тысяч кубометров. Ну, я цифры называл, да, но по городу снега об обычную зиму нападают порядка 900 до миллиона кубов, а вывезли 300, так что. Треть даже не везли, только с дорог. А еще в чем порядок? Ну, порядок в том, что написал заявление, чем-то недоволен, тебе ответили, это уж аргументированно... Нет, это лукавый лозунг, такой общий ни о чем. Порядок в принципе... Опять же, он действует на кого-то, на бабушек, на каких-то подействует, на молодежных куда-то подействует. Видите, вот человек собрался и порядок наводил. А в чем порядок, в чем конкретно? Ассоциацию бабушек, видимо, с каким-то железной лукой, с новой метлой, которая сейчас тут все приверет. Ну, у нас же принято, да, сейчас губернатор придет, стукнет кулаком и все исправится. Немного о теме губернаторских выборов. Тут буквально на днях стало известно ими еще одного кандидата, за которого определенное количество может проголосует, может не проголосует. Это Николай Барсуков, руководитель Кировского отделения партии «Коммунисты России». И вот сейчас у нас получается четыре кандидата, которые официально сообщили, да, о своем выдвижении. А вот где они официально сообщили? Я сегодня в Фейсбуке задал этот вопрос. Ребята, а где? Еще выборы не объявлены. И они где, как заявили? Ну, вот про Черкасова точно знаю. Он у нас в эфире об этом сказал. Ну, это первое заявление, первое заявление официально. Он сказал, да, пойду. Еще выборы не объявлены. Ну, хорошо, тогда неофициально будем принимать эту информацию. Вот четверка, да, вот четверка Черкасов, Мамаев, Барсуков и в ремни, исполняющие обязанности Васильев. Как вам такая компания? Черкасов, Мамаев, это ожидаемо было. Ожидаемо, да. Черкасов в 2014 году участвовал в выборах, набрал 7 с небольшим процентом. Я знаю, 7 с небольшим процентом. Что касается Барсукова, мне кажется, у него шансов абсолютно нет. И мне кажется, еще появятся 3-4 человека. 3-4 еще человека? Да. Появятся. Может, укажете сейчас прямо в эфире? Нет, я не укажу. Зовете конкретную фамилию? Нет. Может быть, намекнете на отрасль его деятельности, на сферу его деятельности? Пока не намекну. Местные? Есть у меня свое представление об этом. У меня вообще отдельная точка зрения на эти выборы. Мне кажется, и сам Васильев не пойдет на выборы. Или пойдет, выберется, снимется, а потом вместо него будет другое, то есть 3-4. То есть опять временно исполняющего, что ли, это занести? Нет, он может перед самими выборами себя снять с выбора. Ага. По-здоровому, там еще много, там масса есть вариантов. Извините, передумал сказать. И кто-то из 3-4, да, резко толкнуть его и он проявил. Что-то я не припомню такую схему, чтобы она реализована. Бывает что-то. Или бывает, почему? Есть на память у Вас? Ну, это бывало. Это в других регионах, у нас Кирова не было. А других регионов бывало. Ну, кстати, да, вопрос, вопрос от слушателей, тоже касающийся темы главы региона. Вот сегодня, кстати, да, коллеги наши сообщали о том, что в 5 регионах, по-моему, снижена планка по явке. Слышали, да, об этом? Везде того, что, возможно, с местными элитами там не нашли общего контакта или что-то еще не так пошло. Вот как раз-таки Виталий спрашивает по этому поводу у Вас. Как можете прокомментировать, выиграть невременно исполняющие обязанности, выборы? Или вообще он не хочет идти на них? Ну, Вы сказали уже. Нет, то, что явка снижена, я считаю, она и была и так низкой, что недопустимо. Я считаю, это вообще неправильно. Явка должна быть довольно высокая. Обозначена. Если же народ не явился, значит, федеральная власть в этом случае должна принять какие-то меры к региону, что, значит, есть что-то ненормальное. А так, ну давайте 2% сделаем, придет 300 человек, и как бы выбор. Ну, это неправильно. Это очень низкий класс населения получается. Это уже не выбор. Это уже не выбор, да. Что касается демографии в нашем регионе, невеселый прогноз тут Росстат выдал. Ожидается, что к 2036 году население Кировской области сократится, это что получается, на 160 тысяч человек, да? Ну, ясно. С 1 300 до 1 140 тысяч человек. Ну, на 110 лет. На 110. Всего лишь за 20 лет получается, ну, 19, да? И в то же время нам обещают повышение подложительности жизни. Знаете, ну, это не связано, но, знаете, честно говоря, грустно тогда. Что, из области-то уезжают. Ну, и естественная убыль, конечно. Я, кстати, говорил, как бы здесь на вектор менять. У нас постоянно, и я сам лично участвовал в нескольких мероприятиях, где обсуждали тему, почему народ уезжает из области. Я пришел к выводу, что надо тему переформатировать полностью на 100 градусов, перевернуть, и ставить вопрос, почему к нам не приезжают. Мне кажется, это интереснее. Вопросы гораздо шире. Почему к нам не приезжают люди, и что их сюда не заманивает. Кому вы предлагаете обсудить эти вопросы? В первую очередь, общественникам, естественно, обсудить, а администрации вот этот вектор сменить. И что нужно сделать, чтобы сюда приезжать? Вариантов может быть много, но, честно говоря, учитывая нынешнюю, так сказать, политическую обстановку у нас в Кировской области, у меня шансов никаких нет. И я считаю, что, скорее всего, этот прогноз будет. Ну, по поводу уезда из нашего региона. Ну, и люди говорят, что не надо запрещать молодым, да, молодым уезжать. Получать опыт, образование, надо делать так, чтобы желание вернуться, чтобы они видели перспективы дальнейшей жизни. Надо заманивать, чтобы не возвращаясь, конечно. Вот такой подход, на мой взгляд, да? Да, это будет правильно. Интересное предложение сделал депутат Кировской городом Алексей Кузьмин. Он по принципу дальневосточного гектара предложил абсолютно бесплатно любому желающему гектар земли, который раньше разделывался, сейчас запустила, выдавать любому желающему. Это как раз в предыдущей теме. Да, вот Алексей уверен, что... Что приезжали люди сюда. Алексей уверен, что народ захочет поехать из города, жить в сельскую местность. И, кроме того, из других регионов могут подтянуться сюда. Это как раз в другом, к этому и идет. Единственное, что здесь, по этому гектару, я руками за двумя. Единственное, что, мне кажется, нужно сделать от одного до трех, или до пяти, потому что гектар маловато, да. И ради бога, и пусть люди делают. Вы бы где гектарчику, Николай Анатольевич? Не, я... Присвоили. Не, не, я, скорее всего, не стал бы это делать. А вот, может, дети мои, еще кто-то, родственники, они могли бы это сделать. Да, вполне, а почему бы нет. У меня кажется, здесь не единственное, что должно быть, что к этому гектару должна быть коммуникация, и дорога должна быть более-менее. И свет, и газ, иначе как, это большая проблема. И незаболоченная территория, потому что мы знаем случаи, уже я читал, когда все на Дальнем Востоке, там отдают такие заболоченные территории, что там ничего не делают. Ну, помните историю, когда у нас региональный материнский капитал выводился, да, когда за третьего ребенка уже полагалось, там сколько, 300 кубов леса, и, собственно, возможность построить частный дом. Ну, вот сколько там было недовольств, кому-то дали в хорошем местечке, кому-то в Балуте. В Балуте, конечно. Вот это уже отношение, как власть наша сработает. Последний вопрос приближается к Праймерис Единой России, и вот в эти выходные состоятся последние деплаты накануне этих, накануне Праймерис. Интересны вам вообще эти деплаты? Нет, не интересно. Не интересно? Не следите? Нет, я косвенно слежу. А ведь почти полторы сотни человек заявились на участие в Праймерис. Нет, ну это внутреннее дело партии, пусть они проводят, как они проведут. Хотя там, я насколько слышал, знаю, такое недовольно заорганизованное все, и нам с вами, допустим, просто так-то прийти и там вопрос задать уже... Не получится, правда, конечно. Бояться впасть в ступор, что-то вопрос. Ну, похоже, да. Мы в ступор впадать не будем. Ну, там такое одобрямс требуется, что-то... Ну, в общем, процедуры для вас мало любопытные. Единственное, что вот мы вчера, кстати, как раз с общественниками встречались. То есть, интересно было бы, если бы и другие партии проводили такие в Праймерис, а потом общественность организовала бы и провела бы межпартийными. Это было бы интересно. Николай Пехтин, общественник, это его особое мнение, и оно уже завершается. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok